Мы Дмитрий Любота, я кандидат в народные депутаты Украины в политическом партии «Сударный народ». Девчата, подходите сюда, послушайте меня, две секунды. Для вас с детками, они тут рядышком, они мы смотрим. Да, мы слышим, слышим. Да. Я иду в Верховный... Ух ты, а куда вы снимаете? Это для кого? Это для самого себя. Для самого себя. А, у вас, кажется, постоянно снимает. Давай потом видео сбросите мне, чтобы я могу посмотреть. Да, 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 хорошо. Смотрите, что хочу сказать. Вы, наверное, большинство здесь знаете, я вырос в Купенске-Узловом. Этот поселок, он родной для меня, потому что здесь выросла моя мама, здесь дедушка с бабушкой, они сейчас похоронены в детском уголском кладбище. И я закончил девятую школу, вот эту, которая здесь находится. То есть, ну, Узловая для меня родная. Я здесь провел все свое детство и после того, как закончил 10 классов в девятой школе, поступил в Харьковский инженерно-строительный... в Харьковский инженерно-технический университет, будильниц, фотоархитектуры. Ну, раньше так есть и называлось, да, не расстроительный. И после этого, уже в 2002 году... Можно включить? Вон, как бы. И после этого, в 2002 году уже приехал сюда в Купенск и стал частным предпринимателем. Мазин-родостроя, думаю, все знаете, и здесь Узловой, и здесь в городе. Это предприятие, на котором я уже лет 17 работаю, да. На самом деле, еще буквально полгода назад я не мог даже представить себе, что буду стоять перед людьми и рассказывать свое видение о развитии страны, округа в качестве кандидата в народные депутаты. То есть, честное слово, не было об этом никаких мыслей, я не планировал этого всего. Так получилось, что в этом году, все мы знаем, у нас были президентские выборы, и когда Владимир Зеленский решил отдать свою кандидатуру, я решил его поддержать. Потому что то, о чем я говорю все время, для меня ключевым моментом есть, о чем говорил наш президент, что президент должен быть порядочным человеком. Это самое основное для меня, основной критерий, понимаете. Потому что я точно так же порядочный человек, я всю жизнь прожил, я ни разу не было такого, чтобы я кому-то что-то пообещал и не сделал, или чтобы я с кем-то испортил отношения по моей инициативе. То есть, я человек, который люблю общаться с людьми, и делаю все для того, чтобы эти отношения все время были хорошими, ну понимаете, да. Я хочу что сказать, всем об этом говорю, что все мы знаем, что 21 июля, да, уже досрочные выборы. У нас какая форма правления в стране, знаете, Заби? Парламентская президентская. И у нас получается, что наш президент на данный момент, он оказался в очень сложной ситуации, разумеется. Потому что нынешняя Верховная Рада, которая сейчас, да, находится еще, она вроде распущена, но они еще до выборов работают. Они полностью лишают работе нашего президента. Потому что разные взгляды, да, у нынешней власти мы понимаем, и вот этой ситуации, которая пришла сейчас. Поэтому я и иду от политической партии, и об этом говорю, что для того, чтобы у нашего президента все получилось, нужно, чтобы в парламенте было большинство. Для этого мы понимаем, что у нас 450 депутатов на сегодняшний момент, 225 идет по спискам партийным, 225 идет по мазоритарным округам. И получается, что в итоге, когда вы будете голосовать, будет у вас два бюллетеня, в одном будет партия, вы голосуете за ту партию, которую поддерживаете, во втором вы голосуете за мажоритарщика, за депутата. На данный момент у нас в округе, у нас все гораздо проще, чем в других действиях, по 30 человек и больше возможных. У нас 6 кандидатов сейчас по мажоритарке идет. Виктор Николаевич Астапчук, это человек, который сейчас является депутатом на табличках, по желанию, вы все его знаете, мне его вообще не нужно представлять, я уверен, что где-где в Кутинске и Узловой абсолютно все его знают. Сергей Николаевич Радко, он идет от оппозиционной платформы «Зажиття» Астапчука от Апоблока. Николай Николаевич Масли, тоже вы, наверное, знаете, у нас здесь в городе, он представляет европейскую солидарность, этот европейский солидарность. Я Дмитрий Любота от политической партии «Студа народа», еще есть Кукурика Микола Николаевич, член от ветпартии пенсионеров, и еще, не могу я еще... А что это за партия? Ну, я честно сам не знаю, что это такое, он на самом деле из Киева, и человек баллотируется в нашем округе, ну, возможно, у него есть какой-то план развития нашего округа, он, наверное, понимает проблемы нашего округа, как никто другой. Разумеется, я сейчас отвечаю на ваш вопрос так. И еще, если один кандидат, честно, даже не нахер, на солидарность, по-моему, найдет, Харьковчанин, ну, если он к вам где-то приедет, я думаю, вы его увидите, да. Что я вам хочу сказать? Все достойные конкуренты, на самом деле, я понимаю, что у каждого из них есть шансы, я очень благодарен, что вы пришли сегодня здесь пообщаться со мной, я сейчас выкратко о себе рассказал, это общая вообще информация, вы, пожалуйста, задавайте вопросы, я думаю, вопросы, пожелания какие-то, в процессе уже спелкувания, уже буду отвечать, я думаю, и о себе, о программе, да, конечно. Действительно, вот что вас смотивировало, вот действительно, смотивировало вот выбегаться в депутат? Да, смотрите, меня смотивировало, на самом деле, я думаю, то же самое, что смотивировало нашего президента, сейчас и встать. Вы хотите сказать, что они вами движут те же самые цели? Абсолютно, вы понимаете, в чем весь смысл? Вот сегодня я стою здесь, вчера я планировал тоже встречу на узловой, и так получилось, что мне пришлось в обед уехать, и я был в городе Харьков, была встреча всех 14 кандидатов в народные депутаты от партии «Слово народа» в Харьковской области, у нас 14 кругов, встреча была с главой партии «Слово народа» Дмитрием Разумковым. И разговор с Дмитрием у нас начался с простого, вот мы собрались, он сидел во главе «Слово народа», и он сказал, ребята, я вам хочу о чем сказать, те тезисы, все то, о чем говорит президент, все то, о чем говорится представителем партии «Слуга народа», это все не пустые слова, я хочу вам просто сказать о том, что все то, о чем мы говорим, снятие неприкосновенности с депутатов, отзыв депутатов в случае невыполнения их обязанностей, запроваживание криминальной відповідальности за законы сбогачения. Вот это все, это то, что мы сделаем сразу же, как мы войдем в Верховную Раду, и если у вас есть хоть какие-то мысли о том, чтобы, ну мы сейчас это просто так людям говорим, а потом я буду делать, как это было раньше, говорит, уходите лучше сразу от этого, не тратьте время, не тратьте свои ресурсы. Вы понимаете, в чем дело? Я сижу, я не знаю, я не могу за всех говорить, да, вот у нас 14 человек сидит, хайковчане, я отсюда. Возможно, кто-то в этот момент переживал или думал в чем-то своем, а я сидел, и у меня на душе было тепло, я понимал, что это именно то, с чем я иду в политику, вы понимаете, с чем шел наш президент Владимир Зеленский. Я искренне хочу разобраться в этом всем бардаке, хочу навести порядок на самом деле. Я считаю, что... Вот смотрите, в нашей стране очень много проблем, да, и в нашем, в нашем огруге очень много проблем, очень много во всех смыслах. Разумеется, да. Что для вас будет приоритетным, ну, хотя бы первые пять пунктов? Хотя бы первые пять пунктов. Зачем вы займетесь реально? На самом деле, основной пункт, то, что я хочу осуществить, на самом деле, это борьба с коррупцией в принципе, не борьба, уничтожение. Вы понимаете, все наши проблемы, которые есть, они вообще вытекают из основной вот этой вот проблемы. Да, у нас есть проблема, еще номер один на самом деле, это война, это то, что происходит из-за этого, ну, надо заканчивать войну на самом деле. Но это глобальный вопрос, который сейчас, я думаю, вы смотрите новости, вы видели, позавчера Зеленский обратился уже с открытым обращением к Владимиру Владимировичу Путину, предложил, давайте мы будем встречаться, договариваться. На самом деле, для меня это, я точно так же, как и вы все, ждал от него подобного шага. И уже это, ну, поверьте, мы все понимаем, еще год назад мы даже не могли представить себе того, чтобы глава государства сказал открытым текстом, давайте мы, наконец, сядем и будем договариваться. Вы помните, как это все было. С агрессором не разговариваем, с сепаратистами не разговариваем, нам нужна НАТО, нам нужна война, мы все сделаем, мы всех победим. Ну, вы сами это понимаете, да. И уже после того, на самом деле, как, ну, я не говорю о том, что пока мы не решим вопрос войны, вообще ничем заниматься, да. Нет, для меня основные вопросы это инфраструктура. На самом деле, на данный момент. Я не понимаю, у нас до сих пор почти все дорожное покрытие, оно осталось еще в части Евродианского союза. То, что там где-то делается, оно делается таким образом, что или по осени сразу все растекается, жижа какая-то непонятная, не асфальт. Ну, понимаете, да, то есть деньги, которые вроде бы выделяются на все это, они куда-то, они где-то растворяются. Вы сами сказали, выделяются, просто второй вопрос. Они растворяются, правильно. Я же об этом, вы понимаете, если мы поборим коррупцию, они вот эти все вопросы, если мы будем работать в этом направлении, они все рассосутся сами по себе. Ведь, вот я об этом говорю везде и всем, для меня вообще загадка, что такое пенсионный фонд, что это вообще такое, что это за такая мифическая вообще какая-то, что это? Всю жизнь мы платим все деньги, налоги, понимаете, отчисляем, наполняем его и все сделается в стране для того, чтобы он был, возраст людей как можно выше, попозже выходите на пенсию, и пенсия у вас будет мизерная. Ну да, мы всю жизнь платим эти деньги. Вообще непонятно, кого мы содержим на эти деньги. Ну, вообще кто-то может приоткрыть занавесу вот этой вот тайны? Для меня это точно так же вопрос. Я не знаю, то есть вопросов их очень много, их надо решать. И на самом деле, ведь все мы понимаем, когда нарушитель на дороге его останавливает полиция и он пытается дать взятку, да, это все можно, ну, пресечь очень легко, было бы желание на самом деле. Все крышуется, перекрышуется, ну, не нужно мне вам об этом выяснять. Это везде абсолютно. Надо бороться с коррупцией. Нужно, наконец, начинать нам выполнять наши законы, понимаете? Я туда иду абсолютно честными намерениями. Я хочу сделать все для того, чтобы здесь у нас те деньги, которые выделяются, распределялись нужным образом, они где-то растворялись, то, о чем мы говорим. Вот и все. На самом деле, очень много проблем, которые здесь можно решать. Их можно решать на местном уровне. Для этого нужно вместить и голова, вместить депутат. Это все понятно. Но у нас так получается, что не получается, чтобы, вот до сих пор так было, не получается, чтобы работал депутат Верховной Рады вместе с местной владой, чтобы они созидали. Почему-то постоянно идут какие-то разногласия и так далее. Вот я завтра еду в город Изюм, там есть мэр местный, который... Да, на самом деле, поэтому, о чем я завтра буду говорить, там были разные настроения, он поддерживал Порошенко открыто. Но в чем весь смысл? Человек сделал все то, что произошло в городе, не благодаря мэру, не благодаря народному депутату в поддержке, а вопреки ему, вы понимаете? А если бы это все делалось сообща, так было бы гораздо больше там сделано, понимаете? И я это понимаю, допустим, если жители города Изюм проголосуют за этого мэра в очередной раз, и я буду депутатом Верховной Рады, я только за, чтобы мы работали вместе, чтобы город его процветал, потому что это точно так же, это наш опыт, точно так же, как и здесь в Купенске, ну, вы понимаете, да? Здесь нужно понимать одно, вы понимаете? Я могу вам сейчас, как утончанин, говорить о том, что вот я сделаю все здесь, потому что я отсюда, я не имею права на это. Вы понимаете, должна быть золотая середина. Я выдвигаюсь не от города Купенск, а от 177 округа, вы понимаете? И не может быть такого, что так как и отсюда, сейчас здесь будут дороги, светло, чисто, хорошо, а там будет плохо. Нет, это абсолютно неверно. Должен быть план развития, и должно быть это все... На самом деле, как это, вы же понимаете, вот я был в Боровой несколько дней назад, Капленко убрал маршрут из Купенска на Изюм, он ушел через Боровой, он сейчас идет через источник в другую, в автор. Потому что там просто нет дорог. То есть человеку, как предпринимателю, невыгодно пускать автомобильный транспорт, потому что он больше теряет, ну, он теряет потери, вы понимаете? Затрат очень много. Так нам нужно, наконец, связать город Изюм с городом Боровая, с Купенском, и тогда вообще вопросов никаких не будет. Вы понимаете, наладится нормальное транспортное сообщение, люди смогут ездить, понимаете, у нас Святогорск не так далеко, туда же проехать, это все же приключения, пока по этим дорогам куда-то доберешься. А что говорить о том, когда на скорой помощи нужно отвезти больного срочно, и так далее. Это вопросы... Поэтому вот инфраструктура, действительно, она меня очень сильно беспокоит. Это не основной вопрос, я понимаю, что он, наверное, у каждого низкие зарплаты, видите, невозможно сделать все, да, ну... Еще какие-то вопросы есть? Можно еще вопросы? Да, конечно, может, еще кто-то подтягиваетесь. Посмотрите, 21 век, мир технологий, правильно? Да. Он в инфраструктура старается, чтобы каждый спешаг показывать, показывать все в интернете, он делает видео, делает отчеты, и вот, оправдывая на работе, он старается быть так. Будет ли у вас, с вашей стороны, вот если вас изберут, если вы станете депутатом? Абсолютно. Вы понимаете? Будете? Конечно. Чтобы люди понимали, что делается. Смотрите, уже сейчас есть сайт, есть сайт, вот если на фейсбук зайдете на страничку, там есть, да, кнопочка, попасть на сайт, да, попасть на сайт. Уже сейчас, я не помню, как он точно называется, Слава народу 177, да. Нет, так вы же понимаете, да, нет, абсолютно, вы понимаете. Громада не знает, что творится. Сейчас сделается все для того, чтобы как раз уйти от этой бюрократии, от этой всей системы, что нужно куда-то записываться. Это не значит, что не должно быть приемное у народного депутата. Должна быть. Но нужно максимально все переводить уже в онлайн, потому что, я понимаю, для многих людей уже взрослого поколения это все сложно. Интернет, эти все какие-то кнопочки, нужно прийти. Но это же, вы понимаете, это как сейчас происходит уже с банками с нами. Кому-то удобно на почте стоять, да, там, платежку, там, что-то заплатить в банке. Я уже давным-давно пользуюсь электронными платежами. Да вы что, у меня все кровь разбирается в телефоне лучше, чем я. Это же хорошо. Чем быстрее все начнут разбираться, тем меньше будет, в принципе, вопросов по этому поводу. Я говорю о чем, что это же тоже постепенно произошло. Это же не было сразу. Я помню еще... Не, ну просто хорошая фишка, вот, когда вот отчитывается. А это не фишка, это абсолютно действенный способ коммуникации с людьми. И, ну, у меня даже мои предвыборочные... То есть, это не такой предвыборочный способ, только на предвыборном, что вы... Нет, у меня предвыборная программа написана конкретно, что будет создан сайт, будут отчеты там и так далее. В общем, вы будете все выкладывать от своих пределов на работу? Да я, конечно же, на самом деле, конечно, да. А как еще, ну, действительно. Еще какие-то вопросы? По поводу языка. По словчанин? Да. А что по поводу языка? Ну, вообще, что... Смотрите, я вам объясняю. Если вы ко мне, у меня спрашиваете... Еще раз возвращаюсь к Дмитрию Разумкову, главе нашей партии. Человек сказал о том, что пока не будет закончена война на Донбассе, он будет везде публично разговаривать на русском языке. Это глава партии. Вы видите, что Зеленский, находясь в Верховной Раде во время присяги, обратился на русском языке. Вы вообще представляете, какой переворот был в головах людей, которые там находились, когда это произошло? Но на самом деле, и когда Лешко сказал, что они там поразумеют украинскую... Что сказал президент? Он сказал, дякую вам. Дякую за то, что продолжаете делить наш народ. Вы понимаете? Этот вопрос его... Я, как держу збовец, когда стану народным депутатом, Это моим обязанностям общаться с украинской мовой и вести все переговоры с украинской мовой. Звісно, зрозуміло, весь документ оборот. Я могу общаться с украинской мовой. Сейчас у меня немного немного денег, но это не проблема. Мы все так сквали, что всем нам легче разговаривать с украинской мовой. Но украинская мова, есть державная мова, и есть мова, которую могут общаться с людьми в этой стране. Вы должны понимать, что у нашей политической партии слова народа их в принципе нет вопроса языка. Его не стоит вообще. Поэтому здесь вопрос, я ответил, я надеюсь, на наш вопрос. Ну, его и не будет. Ну, вы понимаете, то есть это не то, о чем надо сейчас вообще думать. Это вообще не насыщенно. А эти страны, в которых, я не знаю, там солянка с языками. Вы понимаете, она не только страны. У нас на самом деле почему-то все сделали акцент на русском языке. У нас есть западная полностью часть Украины. Мы граничим с Венгрией, Румынией, там понимаете, Польшей. Там никто вообще не знает ни русского языка, но и украинский. Ну и украинский так себе знают. У них, мы когда туда приезжаем, там у них ратуши, они... Ну, это как-то... Почему-то все перевели внимание на русский язык. Это не вопрос в принципе русского языка. То есть, когда человек идет получать паспорт, он обязан написать заявление на державной мове и любые другие документы. Это понятно, да, но разговаривать никто не должен указывать кому, на каком языке говорить, разумеется. Еще вопросы. У вас только один паспорт украинский? Конечно. Ну, мало ли, может, вы уже там. У меня есть паспорт, у меня есть паспорт мой и есть загранпаспорт. Ну как, это... Ну я понял. Знаете, в чем дело? В это сложно поверить, но перед вами стоит человек, который действительно хочет изменить что-то в этой стране в лучшую сторону. Понимаете? А мы хотим, как для своих детей хотим. Я понимаю, насколько вы вообще все люди устали. Вы же поймите, еще позавчера буквально я стоял бы вот здесь среди вас и слушал бы такого же. Но я просто, ну прошел, я решил, сколько можно стоять в стороне. У меня есть опыт жизненный, опыт руководителя. У меня работает голова. Я не вживаю алкоголь, не полю. У меня нормально работают мозги. Вы понимаете? У меня есть желание разобраться во всем и сделать так, чтобы наконец стало лучше нам всем жить. Вы же понимаете? Вот Виктор Астапчук и все такое. Это же парк, построенный на деньги с железнодорожником. Вы понимаете? А преподносится это все, как будто это сделал все народный депутат. Ну это ужас. Я не хочу заниматься таким популизмом. Вы понимаете? Это не в моих абсолютно. С одной стороны, я сейчас вроде что-то плохое говорю о человеке, но зачем так поступать? Я не понимаю. Вы понимаете? Не понимаю. Я много чего не понимаю, как и многие из вас. А никто не знает этого. Понимаете? Я не популист. Я хочу, чтобы, понимаете, слава о каких-то моих делах шла впереди, чем то, что я там сам о себе говорю. Вот так. Вы не сможете за мажоритарщика. Смотрите, если кто не в курсе, можно сменить место голосования, как это было на президентских выборах. Но сейчас, когда человек меняет место голосования, вы можете голосовать за партию, а за мажоритарщика вы не имеете права. Это сделано для того, чтобы не было массовой какой-то миграции, то есть люди там переехали из какого-то Уфа и проголосовали за какого-то кандидата. За партию вы можете голосовать? Может, в пятый год. Ну, да, я вам вообще, ребят. Еще какие-то вопросы есть? Давайте. Пока порошок попал. Смотрите, на данный момент вы все понимаете, что Петр Алексеевич, прежде чем уйти с поста президента, что он делал? Много чего делал. Назначил судьи. Много абсолютно. Сколько я сейчас знаю, в течение шести лет эти судьи не могут быть сняты с их постов. Понимаете? Судьи там, те, что надо судьи. Понимаете? Но у нас сейчас, опять-таки, прокурор остался прежним. Министр иностранных дел, министр инфраструктуры, все остались прежними. Нужно нам большинством зайти в Верховную Раду, чтобы все это дело пересмотреть законы некоторые и так далее. Для того, чтобы... Я, например, еще друзья мои, да? Что еще раз? Я имею в виду, вместе с командой партии Слава народу. Вы просто только подошли. Я только говорю о том, что я и партия Слава народу. Я иду от партии Слава народу. Да, я не говорю, что, друзья, я вместе со своей, ну, с командой. Он же не сам личность, он же часть команды, правильно? Нет, я не сам о выдвижении, сойду от партии Слава народу. Поэтому я так и говорю. Это вы просто, может быть, пропустили. Еще вопросы есть? Я Вовчика знаю прекрасно. Так вы же Вовчика знаете, вы же меня не знаете. Там же про меня написано. Я спрошу у него, что мне интересно. Еще вопросы есть, ребята? Десятая школа есть. Там ремонта нет. Тендер выиграли. Вот на шкоте. Крыша не пьет. Что значит тендер выиграли, а нет? Вот в тендер выиграли, что вот на постаре. А кто сказал? В школе, когда было собрание. Давайте, кто погняет. Крышу сделает. Что говорит наша местная власть по этому поводу? Не, ну вы обращались к нашему местному учебнику. Да, у меня для вас вообще не было. Вот понимаете, поэтому вы же понимаете, смотрите, на самом деле, на самом деле, вот такие вопросы, ну, во-первых, вам, я так понимаю, сказали просто со слов. То есть вы не видели, ну, просто сказали, что тендер выиграет, что это будет. Не было ни документов, ничего вы не видели. Ничего, вы должны закон сделать. Это все на уровне, насколько я знаю, сейчас Сарктировскую школу делать собираются, про 10-ую ничего не слышно. Ну, то, что я знаю. Но опять-таки, у меня доступ сейчас к информации такой же, как у вас, общественных каких-то... Мне нет, я не могу сейчас говорить конкретно. А сколько сейчас в 10-й школе людей, детей на что-то? Так, не можете сказать? Нет, там, по-моему, вот такой. 5 классов. А наша ГИМНА, НВК, как она? В 9-м году. Просто здесь вообще поднимался вопрос, я же не могу сейчас... Он вообще поднимался вопрос, как бы, может, нужно их совместить, или как это может выглядеть. Я просто сейчас не могу вам ответить на этот вопрос. А вот считается общая, начальная школа, 9-й и 10-й вместе. А, она все вместе сейчас, это 10-й и 9-й. Ну, 9-й есть, первая, начальная школа, и 10-я, крыша, как текла, 2-го, так она и 5-го. Потому что там это нет, и нет. Ну, разумеется, это не должно ложиться никаким образом на плечи родителей, учеников. Разумеется, должно это все делать, делаться за бюджетный центр. И поэтому, ну, у нас должны быть здесь, на месте руководители, которые этим занимаются. Вы понимаете? Аккуратно. На самом деле, я не беру сейчас вот говорить точно, но может такое произойти, что выборы на местном уровне уже будут этой осенью. Возможно. Я сейчас не могу конкретно об этом говорить. И тогда вот у нас ситуация очень сложная. Да, у нас был в местной голова, его не стало. Вместо него сейчас другой человек, исполняющий обязанности. Оценку ему могут дать, наверное, в местных жителей, вы сами это все видите. Ну, смотрите, как насчет школы получается. 1 сентября 2013 года, вот, я видел план был. Вот именно, референструкции 9-й школы. А 10-й школы я не видел. Там были какие-то планы. 9-й действительно, она выяснилась. Да, да, да. Она постоянно становится все лучше и лучше. 10-й школы. Да, и там был четкий план доска. Я сейчас просто нет этого понимания. Если он ест, так почему его не выполняют? Да, и там, не знаю, но я видел план, и уже забыл, как он выглядел. Надо вот фотографию еще раз пересмотреть, почитать. Скажите, вот вы будете действовать по плану, когда будете депутатом, или не совсем? Что имеется в виду по плану? Ну, да, но есть этот четкий план, или вы будете... Своих обещаний. Ну, да. Смотрите, есть ли у меня план. На самом деле, вы же понимаете, что у каждого города есть свой бюджет. Он формируется здесь, на месте. Вот то, что мы говорим, если сейчас про 177-й округ, да? Он формируется здесь. Исходя из потребностей людей, которые здесь живут и так далее, да? Понимаете? Я, как народный депутат, могу максимально содействовать этому, потому что есть средства, которые выделяются на развитие округа, да? И здесь уже нужно понимать, что на месте люди понимают, что они делают, зачем они делают, и я должен этому всячески содействовать. План у меня, как в Верховной Раде себя вести, еще раз говорю, это все те законопроекты, которые уже есть на рассмотрении, которые поданы президентом во время предвыборной кампании были, которые есть уже в партии «Слово народа». Нам их осуществлять уже там первого года, да? Да нет, не совсем это, именно план развития инфраструктуры. Да, нет, нет, ну смотрите, на самом деле, вы же понимаете, сейчас есть уже план развития дорог, насколько я знаю, 22 он называется. Там надо смотреть, вникать и разбираться, потому что есть у нас на данный момент министр инфраструктуры, вы все знаете, то есть у него есть какой-то там план своего развития. Его план этот не выполняется все равно. На самом деле, для этого нужно получить доступ к документации и уже начинать понимать возможности, что мы можем сделать. Конечно же, я бы очень хотел в ближайшие эти пять лет, чтобы у нас наконец-то появилось хорошее сообщение между, еще раз говорю, Изюмом, Боровой и Купенском, чтобы можно было наладить это сообщение внутри наших районов, вы понимаете, для этого нужно, ну какой мне сейчас может быть план? Я могу просто говорить о том, что я хочу это сделать, понимаете? У меня нет еще доступа к ресурсам, благодаря которым это можно все сделать. Понятно, сейчас, а вы будете голосовать за реформу Укрзалезницы, в том, что в реформу Укрзалезницы пробиться, но что сделать пассажирские перевозы, перевозки рентабельные. Что это значит, сделать рентабельные? Поднимать цену или что? Если сейчас же в пассажирские перевозки датируются грузовыми перевозками и взвод бюджета, то проект этот был по реформе железной дороги, он был внесен в Верховную Раду еще в том году, но за него не проголосовали. В этом году я тоже думаю, он будет внесен на рентабельные. Надо смотреть, я буду разбираться, я буду смотреть. Потому что это приведет к тому, что железную дорогу, ее пассажирское сообщение распалится. Если вести себестоимость в пассажирских перевозках, а мы на курсе на себестоимость в пассажирских перевозках. Или в курсе, сколько стоит? Нет, откуда я сейчас могу узнать? Ну, это же волнует. На самом деле, сейчас смотрите, то, что я вот вижу, на самом деле, тот вопрос, о котором я изначально говорил. У нас до недавнего времени до 50 составов заходило сюда, понимаете? Сейчас, но здесь же это все, и точно так же и пассажировский поток людей был совсем другим, понимаете? Ну, правда, это же все взаимосвязанные вещи. Ну, правда. А в том, что передать все вокзалы железной дороги в частные руки, вы тоже будете за это голосовать, или нет? Не могу сейчас в принципе, я должен вообще разорвать, как я сейчас могу повернуть. Если тут и кто-то в частные вокзалы, то сразу и в общем, все в общем, в частности, он себя не обрадует. Нет, на самом деле, на данный момент, как я это вижу, в железной дороге нет вопросов с организацией вообще в принципе работы и так далее. Здесь очень, ну, здесь все в порядке, здесь нужно, чтобы была эта самая работа, понимаете? Как работает на железной дороге, знаю. А вы считаете, это нормально, когда государство тассирует пассажирские перевозки, а автобусные перевозки дезортирует никто. В результате, вот смотрите, проезд из узловой в город стоит 4,50 на электричке, а на автобусе дезортирует. А это ли вы не считаете, что это государство дает фору железной дороге? Оно не демпингует железную дорогу, отпуская цены так. А автобусы никто и не дает, ни копейки из госбюджета они не получают, и возят. Если хотите сказать о том, что цена должна быть выше, чтобы была рентабельна. Ну, рентабельна, в смысле для того, чтобы отрубать затраты, ну, если надо разбирать. Что, если местный учет за землю железной дорогу платит на 5,50 на автобусе дезортирует. А автобусники дезортируют, которые занимаются этим болезнодом. Вот тут делаем, поднимите, поднимите. Как вам нужно? На самом деле, я сейчас, я сжал, не знаю, сколько топить. Телек именно железнодорожник, который может работать с железнодорожником. И переход на этот второй. Телек сфотографирует от людей. Я сфотографировал. Ну что? Что он называет более глобальных оборудов? А такие все? Это все такие мелочи, которые... Нет, но на самом деле нельзя говорить, что это не просто вопросы. Нет, но это не мелочи тоже. Это насыщенный вопрос довольно-таки для железнодорожника. А вы понимаете, в чем дело? Можно? Да, конечно. А вы считаете, что пенсионный возраст поднимается правильно или неправильно? Это то, о чем я говорил. Я просто не услышал. Но мы же... Надо вообще понимать вообще, это пенсия, это что вообще такое... У вас так чуть был комитет и транспорт, да? Вот говорится, ну... Годы убрали, железнодорожник, всем. Это выгодно только тем, кто имеет, насколько я понимаю, какой-то доступ к этому самому пенсионному фонду. И там все мало и мало людей. Им нужно, чтобы... Ну... Как можно меньше людей вообще эту пенсию самую получали. Не, ну мы-то понимаем. Если бы мы говорили о том, что вон пенсионный фонд сам по себе как-то там появляется, да? То есть, всю жизнь мы платим отчисления в этот пенсионный фонд. Куда эти деньги уходят, вообще не понятно. Я же еще говорю, давайте еще и возраст поднимем. Зачем вообще? Давайте 90 лет сделаем, я в кавычках, конечно, говорю, чтобы вообще никто не знал, что это такое. Это жах на самом деле. Но это же требование, когда очередной транш дают и выдвигаются условия, и приходится поставить условия. Вот нам бы поскорее как-то прийти к тому времени, когда мы не будем вынуждены эти самые транши брать, понимаете? Для этого нам нужно поднимать экономику нашей страны, привлекать инвестиции сюда, создавать комфортные, теплые инвестиционные условия для наших местных производителей и так далее, понимаете? Никто об этом не беспокоится на данный момент. Гораздо проще где-то откуда-то что-то привезти и здесь просто торговать, чем поддерживать производителей и так далее. А как вы видите, вот такие инвестиции вот реально вы хотели бы привлечь и конкретно наш опыт? У нас есть международная рыбная компания, которая сейчас уже дает 20% бюджета нашего города. Есть все предпосылки для того, чтобы эти цифры увеличивать путем наращивания здесь производства и увеличения рабочих мест. Но все дело в том, что руководство нашей рыбной компании не находит сейчас точек соприкосновения ни с местной властью, ни с нашим народным депутатом. Вы понимаете? Вот и все. Нет, конечно же, 52 миллиона в этом году. Не, мы сейчас говорим про инвестиции… Вообще в наш округ, вот конкретно. Да, мы сейчас не говорим про… Железная дорога, разумеется. Это имеется в виду про… Железная дорога дает, хорошо. А сколько она получает из госбюджета? Почему ей официальный ремонт пути оплачивает из госбюджета? Он же не министр инфраструктуры… Я говорю вам о том, что еще раз, здесь нужно делать все для того, чтобы люди, которые хотят сюда прийти и здесь делать свой бизнес, чтобы их встречали распростертыми руками. Другой вопрос, надо всегда понимать, если это какое-то производство и оно влечет за собой опасность для здоровья людей, да, понимаем, экологические какие-то, здесь уже надо понимать, что нам выгоднее, получить какую-то лишнюю копейку или здоровье наших людей. Хороший бизнес на мусоре, у нас до сих пор не построили мусор для зарабатывающих. Да, там очень вообще интересный вопрос, мне очень интересно. Когда уже придет такой человек, который так делает? Он у нас там сейчас, насколько я знаю, просто сортируется и все, он никаким образом там не перерабатывается. Вы говорите, на этом деньги зарабатывают реально. Ну, что я вам сейчас могу? Я вас только вместе с вами сейчас… Это реальные деньги, ничего, человек. Я вам могу сейчас просто… В рубежном я видел, как на мусоре деньги делают. Я могу только посочистить, как и вы сейчас, вы понимаете? Согласитесь. Конечно, такие вещи… Это реально та вещь, откуда действительно можно иметь деньги? Конечно, конечно же. Ну, разумеется. Понимаете? У нас был праздник УВРК на стадионе. Приезжал посол Норвей. Да. Наши власти не один человек. Вот то, что я говорю. Да. Как так можно… Такого масштаба мероприятия, как можно игнорировать это? Это просто на самом деле… Сколько можно было в России делать что-то… Нет, нет. Еще раз говорю. Я как раз иду в Верховную Раду, у меня мысли обильные. Нам нужно сделать все для того, чтобы здесь у нас были новые рабочие места, были деньги, инвестиции. Это разумеется. И какие могут быть свои интересы в таких вопросах? Вообще не понимаю. Это что такое? Я не понимаю. Ну, вот кусок дай мне ты, пожалуйста. Пропустили же нас. Там очень много… До Купинска дошла до Руна. Там очень много вообще вопросов. Когда приезжают… Ну, опять, как на камеру молодой человек снимает… Я не хочу опускаться до уровня базарных… Не, ну понятно. Да. На базаре, о чем мы с вами говорим, не хочу этого делать. Вы сами все видите, сами все понимаете. Я хочу, чтобы эти деньги, которые выделяются на развитие нашего округа, в нашем местном бюджете, чтобы они тратились по назначению в полном объеме. Вот и все. Это то, чего… Как раз о борьбе с коррупцией. Все вот это взаимосвязано. Не, ну просто, знаете, вот человек… Вы приходите на 5 лет, да? Ваша команда приходит на 5 лет. Да. Ну, чтобы не было действительно… Как говорил президент. Прошло 5 лет. Вот действительно… А что вы сделали? Они так что обещались? На самом деле, то, о чем мы говорим, еще есть и процедура отзыва народного депутата, если он не справляется со своими обязанностями. Это хорошо, если такое призывание. Вы видели, что творилось позавчера вот на таможне, как он там… Ну, вы смотрели, да? Смотрите, ну вот… Мне очень все это нравится, то, что происходит. Честно, от души. Очень нравится. Я очень поддерживаю все, что происходит. Вот и все. Поэтому, ну поверьте, нету каких-то вопросов. Было бы желание этим всем заниматься. Почему раньше, да? Вот сколько-то лет было. Почему не приехал Порошенко и не сказал, так, у тебя есть коррупция? Свободен. Свободен. Все. Ты не можешь побороться. Зачем ты туда ходишь на работу? Нет. Ну, там же не в этом дело. Когда человек жалуется на то, что у него низкие зарплаты, и при этом… Да, с айфоном сидит. Свои декларации там, имущества, территории, земли. Ну, это смешно, но на самом деле. Нет, поэтому ничего не декларация прозрачная. Нет, просто выступает Нотов и говорит, у нас такие маленькие зарплаты, маленькие зарплаты. Сколько вы уже? На 15 лет нас службе. А что вы сидите на маленькую зарплату тут? Нет, да, да. Все наши дополняют декларации, да? Ну что, злоктяне. Ничего с это… О, спасибо. А мне очень нравится. Вы будете что-то заполнять свою декларацию? А у меня все прозрачно, понимаете? У меня небольшой бизнес, у меня все люди устроены официально. У меня на самом деле… Мне даже говорили, вы понимаете, вот… Это вопрос о честности. Вам будут говорить, вот у тебя там большая машина черная. Так она у меня 2009 года, извините меня. Она не 2017-18. Можно зайти на любой интернет-ресурс, посмотреть, сколько она стоит. Вот, единственная просьба. Они стоят каких-то денег, там, о чем можно разговаривать. Нет, вот действительно, реально вот просьба, не знаю, там, вот просьба. Вот реально от молодежи хотя бы. Чтобы действительно было такое вот, чтобы… Работал, а не просто существовал. Нет, так мы же живем уже в новое время, разумеется. Вы же видите, все коммуникации сейчас происходят через Facebook и так далее. То есть, у нас президент выиграл компанию, то через… Показывал реальные события вот… Конечно. Нет. Так это все очень интересно. Я… Приоткрыть эту занавес. Конечно же. Да. У меня есть страница на Facebook. Каждый день мы пишем, там отец, фотографии… Я не имею права на это вред. Понимаете? У меня нет. У меня здесь… У меня здесь… У меня здесь… с бабушкой с дедушкой, похоронены. Вы понимаете? То есть… Это не пустые слова для меня. Здесь моя мама работает в магазине. Вы там… Каждый день ее все видите. Понимаете? Для меня… Огроменная ответственность. Вот это то, что я сейчас… Вот чем я занимаюсь. Я не имею права… Подвести своих… Родителей своих детей. Вы понимаете? У меня нет права этим заниматься. У меня отсюда… Я же еще раз говорю. Я не прилетел там… На вертолете там… И делаю вид, что понимаю, что что-то здесь не так. Ну правда. Ну… Должен быть хозяин. Как в городе, так и в стране. Мы все это понимаем. В области. Давайте сфотографируемся, если вы не против. Давайте мы как-то вот тут встанем вместе. Давайте сделаем фотографию. Как-то здесь вот вместе. Сережа, подходи подальше. Давайте, если можно…